Привет. Недавно я наткнулся на пост в одной социальной сети, написанной одним американцем. Я не могу называть эту синюю социальную сеть, ведь она заблокирована на территории России. Пост привлекал тем, что был посвящен опыту посещения России и совсем не сходился с общепринятой сейчас американской повесткой, что Россия – это Германия 1939 года. Что вот сейчас верховный лидер этой страны, отобрав значительную часть территорий одной страны, примется устанавливать господство на территории других государств, а там и до захвата Европы недалеко. Но разницу эти диванные эксперты никогда не поймут, так же, как и мотивацию России, которой она придерживается, проводя эту военную операцию. Так и в посте этого американца было указание на то, что Россия защищает и отстаивает права своих граждан, возвращает территории, исконно ей принадлежавшие и, по ошибке, распределенные между двумя странами. В посте американца приведены исторические документы принадлежности этих территорий и аналитика носителей языка на этой территории. Что там преобладает русский, и это все он подводил к тому, что у России есть причины это делать, давая альтернативную точку зрения для западного туземца. Но, как вы, наверное, и сами догадываетесь, понабежали и обосрали. Все аргументы как будто бы мимо ушей, вот оно, продвинутое и прогрессивное, толерантное европейское общество. Говорите, говорите, я ничего не слышу. Как будто бы кто-то им эти фразы прямо в голову вложил. Русские – агрессоры, русские – плохие. Лично знаю человека, у которого сейчас в Европе с работодателем большие проблемы, потому что вот он, такой вот плохой русский, работающий в Европе. Еще добавляется факт, что просто так в Европе тебя никто с работы уволить не может. Поэтому ТО и делают все, чтобы ты сам ушел и написал заявление. Морально изживают. Любые доказательства, что он собрал, записанные на диктофон, не имеют никакой силы без свидетелей. А кто же сейчас будет рисковать и свидетельствовать против собственного работодателя, защищая какого-то плохого русского? Тем более в Европе сейчас с работой труба. Сядешь дома и будешь сиднем сидеть несколько месяцев. Возвращаясь к посту, который я нашел, автор, проживший в России несколько месяцев из-за работы, а именно в нашем Санкт-Петербурге, и волей случая поняв мотивацию России, пообщавшись с русскими, о которых, кстати, отзывается достаточно положительно. Понравилась ему наша какая-то простота и внутренняя доброта, которая может быть и незаметна сразу при встрече. Но проявляется в любом случае по ходу общения. Молча, бескорыстно, может с долей терпения, но тебе помогут, отмечал американец в своей публикации. А эта размеренность и масштаб русской жизни – 17 миллионов квадратных километров – есть у тебя все природные дары. Море еды и отсутствие этой утомляющей и зачастую пустой городской суеты в виде бесконечных встреч, задач и планов, большей части из которых не суждено сбыться. Этой размеренности научился американец у русских, ею он захотел поделиться и со своими соотечественниками, и как он сам говорит. Они посмотрели на него, как на сумасшедшего, покрутив пальцем у виска, сказав, как у этих отсталых русских можно чему-то учиться. Мы – ведущая держава нашей планеты, самая большая экономика, самая сильная армия. Ага, и самый старый президент, по всей видимости. Я думаю, бесполезно там им что-то объяснять. Гордыня – один из семи смертных грехов, если кто не знает. Она ослепляет и не дает видеть сути и реального положения дел. И спасибо, что оставляете свои комментарии, ведь сегодня я хочу поделиться историей, которую мне написал один мой подписчик, по глупости, как он сам пишет, уехавший из России в Европу в 90-е. Те, кто жил в 90-е, знают, что это было непростое время, и как люди выживали в 90-е, это просто уму непостижимо. Я и сам через это прошел, через отсутствие продуктов, зарплат и перспектив на будущее. Люди, ищущие легкой жизни, уехали из нашей страны, думая, что там, за границей, они очень сильно кому-то нужны, и государства будут о них заботиться и примут их с распростертыми объятиями. Наверное, привыкли, что Союз заботился о них, давал квартиры, пенсии, путевки отпускные. Какого было удивления моего подписчика, когда он понял, что ему самому нужно будет планировать свои отпуска, покупку квартиры, будущее его детей и пенсию. Его новым домом стала Германия, ведь у него были там родственники, которые переехали туда еще во времена Советского Союза. Работал он простым портным, устроили его знакомые за нормальную по тем меркам зарплату, сиди в своей коморочке, выполняй заказы, не жизнь, а мечта. Но так как переезжал он, так сказать, на птичьих правах и никаких сбережений, машины у него тут не было, жил он бедно. Как сейчас помнит, платил 3 евро за проезд на автобусе на 90 минут. Живя с пенсионером в одном доме, он несколько раз выслушивал жалобы, что пенсия у его сожителя 1000 евро, коммуналка выходит в районе 700 евро. Конечно, этот пенсионер, коренной немец, так сказать, которому было 72 года, был вынужден еще работать. Сейчас же еще усугубляется ситуация, извините за выражение загаженности улиц, и наплывом мигрантам, и тот самый пенсионер говорил, что помнит Германию в 70-х годах, и то, что со страной происходит сейчас, это ужас, ее не узнать. Магазины закрываются, предприятия тоже. Подписчик успел и во Франции побывать, где ситуация с мусором и наплывом мигрантов еще хуже. Так еще во Франции, когда вам представляют кого-то, то этот неизвестный вам человек лезет к вам с поцелуями, но не с настоящими, когда губы в щеки звенят, а с фальшивыми, как если бы воздух у ушей вынюховал, это так фамильярно и не искренно. И что смешно, что когда я им в ответ настоящий поцелуй в щеку смачкуешь, у них глаза из орбит вылезают. Хорошо, что мы, русские люди, можем никому ничего не доказывать и здороваться так, как нам приятно, с незнакомыми просто словом, а с родными и близкими поцелуями и объятиями. Но в эти нестабильные 90-е годы России мой подписчик и не думал возвращаться даже несмотря на все странности европейской культуры. Тем более дети были молодые и уже адаптировались в новом обществе, стали частью европейской культуры, так сказать. Но в последние годы, когда Россия особенно ярко начала отстаивать свои интересы в мире и перестала ждать ответной вежливой реакции, мой подписчик начал задумываться о возвращении на родину. Тем более он уже работал в логистической компании и сильно удивился, когда немецкие партнеры в обход санкций через индийские суда наладили торговлю с Россией. На его вопрос «А как же санкции?» ему ответили «Ерунда, все хотят жить». Торговлю никто не отменял. Вот так. Санкции? Не смешите мои тапочки. И все это сообщение было пропитано фоновой тоской по родине и прямо напрашивалась фраза «Не бегите вы так за границу, тоска по родине замучает». Мудрец сказал «Какая будет Россия, таким будет и весь мир». Так что Западу лучше бы поберечь Россию и заодно себя. Кстати, Путин в этом ключе, похоже, выразился. Зачем нам этот мир, если в нем не будет России? По сути, если будет Россия, то и мир будет. А когда сильная Россия и большая, то и мир будет таким же.